Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас на прямой связи, я думаю, хорошо известно нашим радиослушателям Кристиан Розенвальц. Но не все знают, что не только политолог, не только эксперт, но еще и генеральный секретарь Федерации Бадминтона Латвии. Мы об этом обязательно поговорим. Особенно в пандемии, наверное, интересно, как удается организовать соревнования. Я знаю, что удается. Но, может быть, такой вопрос, он не столько, может быть, и не только политический, он, наверное, и социальный, и экономический, и международный. Это вот вся эпопея с беженцами, или, как их называют, нелегальными мигрантами, которые прибывают из Ирака и через Белоруссию пытаются проникнуть в Латвию. Действительно, большое количество каждый день отлавливают, если так можно сказать, латвийские пограничники. Как ты все это оцениваешь, поскольку не только общество, но и экспертное сообщество разделилось на две группы. Одна такая, ну, более такая большая объемная группа, которая считает, что это нелегалы. Их нужно всячески пытаться выдворить обратно, откуда они пришли. А вторая группа считает, их, наверное, меньшинство, что все-таки у Латвии, как у страны Европейского Союза, есть определенные обязательства. Нужно все-таки их разместить, с каждым переговорить, узнать вообще цели их прибытия, и вообще тогда рассматривать вопрос, могут они претендовать на какой-то статус в Латвии или нет. Вот ты как на все это смотришь? Ну, это новость. Ну, для нас, не скажу, открытие, но... Что-то незнакомое. Как мы знаем, мы больше, когда мы говорили про мигрантов, сам понимаешь, кого имели в виду. Да. Я думаю, что для нашего общества это такой новый вызов, который нужно будет решать. По поводу тех людей, которые там сейчас, Ирака, я на самом деле даже не задумал, что с ними делать. Потому что не думаю, что им интересует Латвия, с одной стороны. С другой стороны, то, что я думаю вообще, абстрагироваясь от этого вопроса, что мы должны думать именно о том, как людей интегрировать в себе. Я не говорю именно про этих людей, я говорю в целом, что каждая страна, которая заболела, если так нужно сказать, тем, что ее население уменьшается, должна думать о том, как эту проблему решить. Один вариант – это просто самим становиться больше, что на самом деле, по-моему, не совсем сейчас возможно, потому что наша культура сейчас не способствует тому, чтобы было много детных семей. Хотя есть программы, которые это способствуют. Второй вариант – чтобы создать, чем больше, тем лучше, людей, которые говорят на нашем языке, понимают нашу культуру и живут нашей жизнью. Я вижу, как это делают датчане, к примеру. Они обучают людей, обучают на высшем образовании, они таким образом выучивают датский язык. И да, маленькая Дания все еще даже не набирает 5 миллионов людей, но она каждым днем растет и растет, потому что люди, которые обучают датский и живут датским, они умножаются. И то, что они, условно говоря, пришли изначально из, не знаю, какой-то колонии или просто приехали сами в гости, это ничего не меняет. То, что нам проблема, по-моему, в том, что мы не научились даже себе продать те ценности, которые у нас есть. И тем более мы не умеем их продать другим, потому что мы сами для себя их не освоили. Я сейчас не хочу говорить о такой очень плохой или о такой тональности плохом, но если наша главная позиция до этого была похожая, на самом деле, на украинскую и похожая на другие постсоветские республики, что чем мы отличаемся другим, что мы не москали, а не вот называем, что мы вот такие, такие, вот такие, а вот типа чем мы отличаемся, мы же, ну, как в анекдоте, мы же не москали. Тогда эту ценность трудно продать, потому что я думаю, что какой-то иракец вообще не понимает, о чем речь. Ему нужно другое. Но то, что мы должны способствовать, не способствует, это то, что мы должны способствовать того, что у нас нету сегрегации или нету такого, ну, внутренних лагерей. Я говорю не про, я сейчас не говорю про, ну, именно лагерь беженцев, я говорю вообще, гетто в стране, да, чем отличается Латвия, мы должны это осознать, но на самом деле очень хорошо отличается от многих других стран, что у нас нету этого разъемности и по квартирам, и по районам. Ну, например, ты же проезжаешь Словакию, да, или проезжаешь Европу, видишь, вот здесь есть плохой район, где живут, не знаю, не буду называть нас словами, потому что не знаю, кто-то как-то это объяснится, да, а вот тут, как бы, вообще-то пройти нельзя через район. У нас таких его районов вообще нет. У нас нету таких районов, где живут там, не знаю, Харлен, условно говоря, или там проезжаешь, ты уже назвал, тоже Словакию, видишь, что вот здесь цыганский табор, или не знаю, цыганский, не цыганский, но там вот ты видишь, что вот здесь есть цветы до него, а потом, потом сплошной такой, ну, утрированный туман, да. Ну, у нас такого нету. У нас нету ни одного такого китайского или, там, не знаю, другого поселения. Это, на самом деле, гордость нашей страны, потому что мы допустили, и мы не допустили того, чтобы такая была, потому что это важно, и там, это очень важно, чтобы богатые жили, как бы, посреди простых, и чтобы бедные жили посреди простых, потому что, как только ты образовывал бы Бевелли-Хиллз, где-то должен образоваться и Харлен. Да. У нас Бевелли-Хиллз, по большому счету, ну, да, есть немножко Юрмала, хотя это тоже не Бевелли-Хиллз. В Юрмале живут три богатые, среди них старая тетушка и ее внучата, да, то же самое, что в Межопарксе. Там есть хорошие районы, но есть и посреди них и простые дома. Это, на самом деле, очень важно, чтобы у нас это сохранилось. Я не хочу, чтобы у нас был район, который не можно пройти. У нас было на грани этого. Помнишь, когда, там, не знаю, девяностые годы, там, про Москачу говорили, что, типа, там, вечером не ходи. Или даже этот район около рынка, а Маскова с улицы была уже такая, ну, бомжатская. Нет, все, они все развивались одновременно и плавновременно, ну, как там, русский правильно сказать, это гордость нашей страны до этого. И, дай бог, эта новая тенденция или эти беженцы, это не поменяли бы это все. Ясно. Вот еще один вопрос, который не могу не задать. Вчера появился вот этот рейтинг президента, ну, он, мягко говоря, не радует, я думаю, и самого президента. Но, с другой стороны, наверное, это закономерно. Кто-то говорит о том, ну, а что вы хотите? Вы же видите пандемию, да, в какой ситуации с оценкой населения правительства. Ну, и президент, естественно, тоже пострадал, если так можно сказать. Или ты видишь здесь более глубокие, глубинные причины? Ну, я еще, ну, не разобрался в своих... Ощущениях, да? Ощущениях, потому что, ну, плохо, если ты высказываешь ощущения такие вкусно-невкусно и не разбираясь в теме, да. Но мне волнует, на самом деле, то, что с нашим президентом, очень волнует. Во-первых, он, по-моему, все еще не нашел себя. Он бежит за элитой, а не впереди элиты. Он, по большому счету, прикрывает какие-то вещи, которые он должен был оценить или разъяснить. Я вообще не понимаю. Может быть, это потому, что его окружение, то же самое, что окружение правительства, это тоже один из факторов. Может быть, он так и хотел это все. Но, например, ну, даже вчерашние, например, случаи, я не знаю, это связано с ними или не связано с ними, это не аресты, а как это называется, Катышина. Да, обыски. Да, 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 да. Обыски, да. Ну, обыск, да, был. Были же обыски у Лепнекса и у Лапса, да. А в нормальном среде, в нормальном, если было бы нормальное поле, да, ну, было, во-первых, хоть немножко протесты сообщества, но это я не понимаю, там, типа, мы выглядим, как будто такого не случилось, и, в принципе, ну, это же такие плохие журналисты, условно говоря, это не свои, это такие, ну, они всем не нравятся. Ну, и слава богу, что их кто-то обыскивает. И вот этот подход, что, во-первых, все поглотили, ну, и почему я говорю про президента, ну, еще раз, ну, всегда-то кажется, что, ну, хоть царь все видит, ну, царь-то видит, что барин плохой, ну, может быть, к нему обращусь, и он поможет. Но когда мы видим, что царь уже не слушает, тогда это заканчивается пятыми, восемнадцатыми годами. Ну, если мы помним ту историю, той нашей бывшей общей страны, ну, слава богу, не тот уже. Извиняюсь, я не хочу такой сценарий в Латвии, но на самом деле я вижу, что как раз, если люди не понимают, ну, они же по этому сценарию сейчас это все и ведут. Да, вот еще одна тема. Извини, и роль президента кажется, что мы очень много говорим про него, что он же никто, у него же в Конституции ничего не записано, он просто открывает игры, заканчивая, закрывает игры, флажок ставит. Нет, он как раз должен быть тот, который, а, в случае возможности повернуть общественное мнение или общественность к чему-то его подготавливает, или наоборот, ну, какие-то вещи, ну, не то что упраздняет, упрощает или уменьшает. В этом случае я вижу наоборот, что, типа, ну, он идет на поводу и тому же еще помогает этому, ну, иногда и плохому течению еще больше развиваться. И это я не понимаю, зачем он это делает. Или потому, чтобы остаться в плаву. Ну, а если только это будет наоборот, там, какая-то другая через неделю, там, с Аскани с Зелеными сделать свое правительство. Ну, к примеру, что он тогда будет делать? Ну, я так понимаю, что еще у него есть время, почти два года, чтобы подумать, может быть, набраться опыта и провести работу над ошибками. Вот еще одна, наверное, тема. Извини, извини, извини. На самом деле, просто затронул то, что я еще думаю про него. Это то, что он из всех президентов, даже, думаю, больше Байр Витти Фрейберг образован, да, с одной стороны. С другой стороны, он свои знания, ну, я думаю, что он пользуется своими знаниями хуже всех президентов, которые в Батвии до этого были. Хуже. Да. Вот, может быть, перед тем, как мы перейдем к такой очень приятной теме, действительно, спорта, все-таки, завершая вот эти такие актуальности общественно-политические, я имею в виду вакцинацию, вот нет такого у тебя ощущения, что, в принципе, те, кто хотел вакцинироваться, может быть, часть даже уже сомневающихся, все-таки себя пересилили, пошли и эту прививку сделали, и сейчас вот эффективность от рекламы, от призывов, от, не знаю, от разъяснений медиков уже не будет столь высока. То есть, из серии мы подошли к такому этапу, что все, кто вот могли, кто хотел, вакцинировали с мая месяца. Частично да, я думаю, что еще был период в том же мае, но это тоже ошибка не людская, это, ну, люди не имели практику и нигде, не видим похожую ситуацию в Литве и других странах. Если бы в мае мы сделали бы такой насильный наезд на общество, типа, ребята, или вакцинировать себе никто, тогда я думаю, что еще больше людей на тогдашнюю волну бы, насили на эту волну бы. А сейчас я вижу, что когда любой призыв является уже таким даже оскорблением тем людям, которые остались с той стороны, и что там будет еще больше агрессии и с обеих сторон, которая будет заканчиваться, если люди не остановятся, ну, похожими сценариями, как в той же Вильнюсе, только еще хуже. Думаю, что сейчас я действительно говорю про сравнение с 2015-2017 годами, потому что видно, как сейчас готовятся люди на автобусах ехать 2018-го или какого-то 2014-го. Я не помню, я не буду участвовать в этом, но я знаю, что два срока, два термина, как бы, собрания, по-моему, 14-го и 18-го, если я смотрю правильно по соцсетям, не знаю, когда сейчас собираются. Кто собирается с 14-го, кто с 18-го, но видно, что есть люди, там, кидаются на автобус из регионов, да, но я думаю, что, знаешь, они даже сами себя чувствуют, те, которые постарше, типа, опять пришло время ехать в Ригу, как в 91-м, как в 90-е, мы там будем на, чуть не на баррикады, ну, я не знаю, ну, во-первых, зачем эту ссору вообще накачивать, ну, что у нас проблем нет, у которых решать, ну, типа, разделять этих людей, специально разделять на такие фронты. Ну, то, что меня нападает не сама вакцина, ну, вакцина вакцина, ну, там люди, она, я думаю, что доброе дело для того, чтобы помочь людям, скорее всего, не до конца проверенное, никто это, по-моему, не скрывает, за год ее нельзя проверить, ну, это логично, на самом деле. И, может быть, даже есть какие-то побочные эффекты, про них надо говорить и изучать их. И, в конце концов, это не одна вакцина, это многие, которые ты можешь выбрать в себя лучше, это как бы вообще прошли. То, что меня волнует больше, это такое сравнение, которое я вижу, что насколько глубоко у нас сидит расизм, внутри нас, именно расизм, который, ну, он настолько ярко проявляется в эти годы. И я сейчас понимаю, как это можно было быть, что, типа, мы все дружно объединяемся на истреблении жидов в 30-40-е годы, ну, запросто, на самом деле, что как подготавливается, ну, типа, они же сами виноваты, по большому счету, это накачивается, накачивается, что, типа, те люди, которые всего-навсего 30% страны нашей, которые вакцинированы сейчас, они же сейчас находятся в таком, накручивают, я не говорю про всех, я говорю, что маленькая часть из них, потому что там люди же вакцинироваются не для того, чтобы быть лучше всех, они вакцинироваются, ну, скорее всего, по каким-то другим причинам. Да, чтобы себя обезопасить. Активисты себя предают, типа, мы должны чуть не истребить всех тех, которые мешают нам жить, они те, которые без масок, те, которые без вакцины, они там, они наша опасность. Ну, и ты смотришь на них и понимаешь, а ну да, вот так и подготавливалась эта почва когда-то, там, какие-то другие вещи, так можно было объяснить и геноцид в Саракавы, и геноцид в Африке, или, ну, расизм там, ну как, ну это же, в это идет, потому что как только ты получил этот паспорт вакцинированно, ты становишься в таком, в чем я говорю, я не говорю про истребление даже, может быть, это сравнение, и правильно говорят еврейские общества, что типа не надо сравнивать, это даже, ну, это лицемерия нет, это как бы, ну, всякие другие слова, но то, что я вижу, что люди любят этого раздела первого и второго сорта, это то, что есть, и на самом деле это объясняет то, почему мы себя вели вот так по-другому до этого, что мы же все время считали, что условно, не мы, латыши, часть латышей считала, что мы первосортные и все остальные второсортные, русские, многие, и надо, не надо говорить, что это только латыши, многие русские говорили, что типа латыши это не давшаяся нация, мы, будучи, не знаю, потомками ветеранов, первосортные, все остальное, типа никто, вот этот, вот этот водораздел или желание быть первосортным и чтобы другие были, даже не то, что я хочу быть первосортным, это нормально, ну, чтобы все были первосортными, это хорошо, но именно быть первосортным за счет того, что есть второсортные, да, это есть то, что я чувствую, что когда я общаюсь с этими людьми, они даже, ну, я же сейчас такой, ну, а вы же никто, мне, слава богу, повезло, в том плане, что я тоже сертифицирован, потому что я проболевший, я тебе, по-моему, даже в одной из гордящих рассказывал, что я тоже болел, а я болел плохо, я потом еще два месяца восстанавливался, и сейчас еще восстанавливаюсь, на самом деле, потому что пойти подняться на, не знаю, на большую лестницу, у меня все равно есть одышка и люди, которые, мы меня слышат по радио, иногда говорят, что они и сейчас слышат какую-то, не такую одышку, как было до этого, я знаю, что такое ковид, и у меня, слава богу, есть сертификат, и мне, слава богу, есть время сейчас не вакцинироваться, а думать, ну, я не знаю, как бы я почувствовал, когда бы меня насильно, плеткой обыгнали, или наоборот, когда кто-то надо мной бы издевался постоянно, типа, что вы никто, вы наша, вы наш опухоль общественный и тому подобное, но слава богу, я и в этом не участвую, но я точно никак не чувствую себя первосортным только за счет того, что кто-то другой туда не пошел. – Да, ясно, ну, наверное, тоже тема для отдельного разговора, отдельного размышления, поскольку мы обещали обязательно поговорить о спорте, вот мне кажется, что вот в эту эпоху пандемии, кроме всего, что ты сказал, еще, наверное, в самом таком, ну, сложном положении оказались, ну, мы знаем, в первую очередь под удар попал туристический бизнес, гостиничный бизнес, да, но и, мне кажется, спорт тоже оказался в такой самой тяжелой ситуации, я могу тебя представить, как тебе было тоже тяжело, к человеку, возглавляющему федерацию бадминтона, обращаются, да, дети, их родители, взрослые спортсмены, а ничего организовывать нельзя, но вот сейчас, я так понимаю, вы постепенно все-таки начинаете реанимировать, да, вот эти все соревнования. – Ну, вопрос, знаешь, как в хорошем еврейском неделе ты продаешь и покупаешь, но если мы сейчас говорим про тенденции мировые в целом, и мне тогда сейчас плакать о том, что как нам больно, да, после того, что вся мировое общество проведало Олимпиаду, то это было бы лицемерие, потому что, еще раз, ну, все сборники всех федераций, они могли тренироваться, все баскетболисты, волейболисты и все команды имели возможность тренироваться, да, есть проблема с детьми, это очень большая проблема, есть еще, да, больше проблема с любителями, которые не могли каждый день, недели в среднем, там, эти 30 минут тренироваться для того, чтобы их мышцы, суставы продолжали бы развиваться и не было бы застоя внутри организма, да, на самом деле это, я все понимаю, что это намного важнее, чем будет еще больше проблема после этого от того, что мы не двигаемся, нежели от ковида, это с одной стороны, с другой стороны, то, что я сейчас вижу, где проблема, мой друг, который занимается бегом, который создал этот бренд Стирнобукс, даже не будет, сам переводи Вадик, я не знаю, как перевести Стирнобукс по-русски, но это, ну, все, которые бегают, они знают, что такое Стирнобукс на латышкам, это народный бег, не как марафон, они бегают по тропам, до этого собирали на каждую неделю, там, это по пять тысяч людей, сейчас в Смилтоне был первый этап, я тоже там был, мы делали пляжный бадминтон, там, и сын там пробежал эти 6,7 километров, все брало, все на все полтора тысяч людей, кажется, подожди, всем было возможно, всем, там, они умудро сделали, что типа разрешение есть только на 500 человек, они сделали бег, разделили по там, типа на многих частей, было бы пять тысяч людей, было бы десять тысяч, десять разбегов, каждый час отдельно, бежите, вот трасса сделана, вся там, после этого там заходишь, там, сувениры, подарки и там подобное, полтора тысяч людей собралось, хотя все, когда спрашивают, что вам не нравится вообще во время пандемии, спорт запрещили, ну, а где же вы были, и проблема в том, что то, что я вижу, что люди настолько заселись в диван, то они уже не могут от него выйти, это на самом деле опасно, потому что, когда люди прожили уже, ну, то бишь, когда ты проживаешь месяц в режиме удаленки, ну, как бы ты привыкаешь, когда ты уже забыл, где находится твой костюм, и ты привык жить, как я сейчас сегодня, условно говоря, в домашних штанах, да, ты уже забываешь, как вообще, ну, как, как предпособиться к тому старому быту, когда ты, там, не знаю, там, костюм подбирал для завтрашнего выхода в публику, ты обувь чистил, потому что никто не может видеть, что там происходит и там подобное. Сейчас это все, люди настолько привыкли к этому дивану, что их уже, в принципе, будет трудно заставить идти обратно, это не только вопрос спорта, это вопрос и других профессий, не все, как ты имеешь возможность сидеть в студии, не то, что они не имеют, они уже отвыкли к этому, и то же самое по поводу спорта, потому что у нас, например, в бадминтоне, ну, чем бадминтон хорош, что играя в бадминтон, ты двигаешься очень, но это другой раз, он эпидемически, ну, ултра защищенный, ну, там социальная дистанция есть, точно. Я играю на своей полилинии игры, ну, может быть, да, иногда я касаюсь воланчика, но я его касаюсь настолько быстро, что там, ну, и к тому же ты же его не целуешь, условно говоря, там, ну, вот там идет нормальное общение, и бесконтактное, да, ну, тоже вопрос, почему мы сейчас открыли залы для тех же вакцинированных, и кажется, типа, ну, сейчас мы открыли залы, и все, которые вакцинированы, они придут туда, их нету. Я извиняюсь, я здесь в студии у тебя, но я сегодня нянчусь с дочкой, так что извини, что она ко мне зашла. Это очень хорошо, во-первых, это придает вот так живость нашему эфиру, я надеюсь, что мы пройдет пандемия, сможем встретиться рочно, не только через скайп, вот. Все-таки хотел такой вопрос задать, ну, мы знаем, что у нас есть самые такие топовые виды спорта из года в год, одни и те же, баскетбол, хоккей, да, но вот что касается бадминтона, я знаю, ты мне говорил это не только во время эфира, что действительно все больше и больше вот детей приводит на бадминтон, почему, в чем его магия, ты как человек, который не только возглавляет федерацию, но и сам играешь, вот, я так понимаю, твой сын тоже играет, да, если я не ошибаюсь? Да. Вот в чем магия этого бадминтона? Ну, во-первых, он активен, и он средний между настольным теннисом, который слишком активен, и большим теннисом, который слишком пассивен, это что-то между ними, хотя у каждого из этих видов спорта в ракетнике есть свой любитель, да, это с одной стороны. Дальше он и понятен, еще почему очень многие люди привозят, потому что там есть и комбинации, потому что там не так, что ты ударил один удар, а главное отбиться, хотя в первое время, конечно, так и есть. Так и есть, да. То, что люди говорят, что это такое шахматы во время бега, да. Да, есть и русские исследования, в России федерация возглавляет Шахрай, может быть, помнишь политика такого, и он тоже там, они привели хорошее исследование, что даже на таком мировом уровне его очень много цитируют, что он очень помогает зрению, потому что у зрения очень важно, чтобы ты фокусировался сейчас на 5 сантиметров вперед, и потом 15 метров вперед, и опять фокусировался обратно, и там оно очень помогает как раз зрению. Еще то, что нравится многим, и взрослым как раз не нравится многим, это бесконтактно. То есть, с одной стороны, ты борешься, и там борьба идет, условно говоря, на выживание, так же, как в боксе по большому счету, но ты все время в бегу, ты очень подвижен, ты очень энергозатратен и там подобное, но одновременно ты не являешься в прямом контакте. То есть, есть люди, которым нравится, условно говоря, борьба карате, бокс, тюдо, вольная борьба и все такое. Но если как раз люди, которые мне нравятся, то что это вот именно такая травматичность возможная. А с другой стороны, как раз такая агрессивность, она похожа. Ну, потому что чем ты занимаешься в админтоне? Должен тебе по-большому что-то раскидать по полю так, чтобы ты в одно время упал, и я тебе ударил воланчиком танк, где тебя нет. Почти что-то с теннисом похоже. Это с теннисом, да, но в теннисе, ну, еще раз, есть очень многие похожие вещи, когда ты хорошо играешь в теннисе. Тот вид теннис, который мы видим в телевизоре, он достаточно хороший, но он не тот теннис, которым я играю. Я тоже играю в теннис, когда я его играю. Потому что тогда я один раз сделал подачу, передышался, потому что первая подача, конечно, попала в сетку. Потом вторая, а может быть, она же вау, а вторая будет легкая, которая там сильно отбить. Но тогда будет 5-4 удара, скорее всего, опять какой-то мой промах или промах моего партнера, моего уровня, и мы идем дальше. Это не тот. В админтоне продержать воланчик тебе с женой вместе будет легче. И самое интересное даже именно в том, что ты можешь играть с женой вместе, пару против меня и моей жены, или даже играть по одиночку с своей женой, и еще неизвестно, кто от вас выиграет. Потому что сила удара, да, у парня лучше смеш, ну, так называемое, подать, не смеш, как перевести смеш. Ну, неважно, да. Да, но сильный удар, да. Сильный, да. У тебя он будет по определению больше, но у жены будет ловкость больше. Из-за этого будете одинаково играть. Это именно есть преимущество в админтонах, почему он сейчас очень развивается как раз в таких маленьких волостях. Потому что ты заходишь в зал, например, в четверг вчера в Амбурге, в одном корте играют четыре женщины, пожилые и не пожилые. Там играют какие-то дети, которые играют на свой уровень. Там играют двое, играют в одиночку на большом, хорошем скорости. И там где-то еще в углу. В четвертом корте, обычной баскетбольной площадкой можно поделить на четыре админтоновых корта, играют нормальные мужики пару. И заходит Мэр и говорит «Аааа». И наконец-то вижу, что построение работает. Потому что, когда мы смотрим на командные виды спорта в волостях, ну когда-то было то время, когда каждая волость имела своего баскетбольного, волейбольного или футбольного команды. Ну ты просто не можешь физически содержать. В Амбурге ты не можешь собрать пять на пять играющих мужиков каждый второй день недели. Не можешь быть на какие-то там праздники города и волосы собрать там, типа да, пять на пять там, наконец-то они соберутся. Но там каждая тренировка не собирается два плюс два. А тогда уже играть, в смысле баскетбол играть уже нет. И смысла играть в волейбол тоже нет. Да. А вот что касается еще, мы знаем, что в таких популярных видах спорта есть и топ команды мирового уровня, и топ сборной мирового уровня. Что касается бадминтона, каково место Латвии вот в этом международном рейтинге? И есть ли мировые топ-звезды, которые, не знаю, тоже зарабатывают очень хорошо, как, не знаю, там, топ-хоккеисты, топ-баскетболисты, топ-футболисты? Или здесь все иначе? Ну, европейский рынок, он немножко менее развит, чем азиатский. Но мы, опять же, напоминаю первую часть нашего разговора про второсортность. Но мы же считаем Азию второсортной, мы же Европа. Там наоборот, да. И там денег больше. И, например, в прошлой Олимпиаде флаг Малайзии нес Ичинг Вей, парень, который является самым маркетаблемным, или как-то, пожалуйста, сказать, самым проданным в рекламах игроку Азии. То есть, первый игрок Азии, там же нет футбола, ну, такого, как у нас. Там нет баскетбола, там нет вообще, и хоккея вообще нет никакого. Там есть главный вид спорта, у них и два. У них командный вид спорта крикет, ингредиальный бадминтан. И из этого, например, там тоже действующий новый олимпийский чемпион Виктор Акселсон, для того, чтобы продаться там хорошо, он изучал мандаринский язык, у него есть очень много спонсоров. И, ну, там, ну, ладно, я не знаю, там они, это не Месси, да, там не зарабатывают 35 миллионов в год, как новый договор у Месси с Парисен-Джерменом. Да, конечно. И, хотя главный источник фенор рекламный, они такие, да. Ну, хотя, если ты смотришь то, что показывают и политики в Латвии, Best for Sport канал в латвийске, они показывают все эти турниры мирового шлема, так называем, но только они по-другому называются в бадминтоне. У них всех призовой фонд выше миллиона. Даже призовой фонд, я говорю сейчас про, ну, прямой заработок, да. Например, индийская, в прошлой Олимпиаде она выиграла серебро, в это, к сожалению, не попала в финал, а проиграла в полуфинале и выиграла бронзу, Пусарла Синхоу. Она является в топ-5 самых продаваемых женщин мира. То бишь, она обошла там многих теннисистов, Квозняцких, ну, я не знаю, я не смотрел этот топ за этот год, к сожалению. Но это тоже почему, потому что если ты в Индии суперзвезда, когда Индия, когда, это тоже такая интересная вещь, я даже не задумался, что у Индии же вообще не было до этого женщин Олимпиад, Олимпиад, таких чемпионов. Потому что женщина должна быть в другом месте, а не заниматься борьбой. Это просто традиции. И она была одна из первых, которая такая вообще мировая звезда, и первая, которая выиграла это серебро. И там такая тоже была культурная революция, что вообще с одной стороны популярна за счет так же, потому что она начала эту общественную дискуссию, что женщина может быть и в Олимпиаде. Но ты посмотри на нее потом, когда загуглируешь. Метр восемьдесят, индийская женщина, длинная, красивая, которая знает любой индиец. Ну, она суперзвезда в Индии. Когда она играла в финал на Еврио, тогда остановилась полностью вся жизнь. В Болливуде остановились съемки фильма. Ну, чтобы ты понял, что это за опознаваемость. И безусловно, когда она такая в Индии, она зарабатывает. Ну, она бешено богатая. Ну, что ж. По крайней мере, есть к чему стремиться и нашим спортсменам молодым, которые занимаются бадминтоном. Потому что ведь, кроме хобби, те, кто выходят уже на такой профессиональный уровень, понятно, что они хотят достойно жить. Это совершенно, по-моему, естественно. Я сам сейчас говорил, это было по поводу Азии, но это уже неправда. Потому что, если еще раз, если действующий олимпийский чемпион после Токио является татчанином, если бывшая чемпионка олимпийская индивидуальная является Карлин Марин из Испании, значит, по-большому что-то не так, что это может только сделать в Азии. Вот и я об этом. Это уже здесь. Значит, по-большому что и мы можем. Но то, чтобы там быть, это уже другой вопрос, что там должны тренироваться не три раза в день, это уже невозможно. Наши иногда не настолько этого хотят. Да, вот это хорошее такое, может быть, завершение эфира. Я надеюсь, что они будут более целеустремленные и бадминтон будет в Латвии развиваться. На самом деле, замечательный вид спорта и даже интеллектуальный. Кристиан Розенвальдс у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Ну, Розенвальдс тоже был. Да, кстати. Спасибо. Вы слушаете радио Болтком.